Печальная весть. На 59-м году жизни скончался Владимир Аршба. Герой Абхазии, боевой генерал, человек, прошедший не одну войну, до последних дней своей непростой жизни, верно и беззаветно служивший родной Абсне. Невосполнимая потеря, тяжелая утрата. 80%, более 80% укомплектовали личный состав и вооружением, техникой, обмундированием. Ум, честь и совесть. Человек большого самообладания, умевший вести диалог в самых сложных, а порой неразрешимых ситуациях. Мужественный и бесстрашный полководец Абхазии. Так говорят о Владимире Аршба друзья и близкие. За внешней мягкостью скрывалась чуткость, железная воля и характер, которые однажды, предрешив всю его дальнейшую полную опасность и риск о жизни, привели его в военное училище. Блестящая военная карьера от лейтенанта-десантника группы советских войск в Германии и командира артиллерийской батареи управления 7-й армии в армянском Дилижане до командира взвода оптической разведки артиллерийского полка в Афганистане, куда посылали лучших. Свой интернациональный долг Владимир Аршба в общей сложности исполнял более трех лет. Два тяжелых ранения выводили его из строя лишь ненадолго. Едва встав на ноги, старший лейтенант Аршба вновь возвращался на передовую. В биографии кадрового военного активное участие в спасении людей после сильнейшего землетрясения в Спитаке. Также он находился на пограничной между Арменией и Азербайджаном зоне конфликта, был заместителем коменданта и Дживанского района Армении, а затем и начальником штаба артиллерийского дивизиона. В 1989 году Владимир Аршба возвращается в Абхазию и принимает активное участие в создании Абхазской гвардии. Ну а далее война. Профессиональный военный майор Аршба в первых рядах защитников Родины. Я дал команду Нуре Богателе, тогда, говорю, попытаться собрать людей и двигаться в сторону Сухума. Мы еще, я, по крайней мере, еще не знал, что бои уже идут в районе эстакады. В первой половине дня, когда мы с Мушни выехали, мы заехали ко мне домой, забрали оружие. Почему? Потому что в Гагру мы поехали без оружия. Оружие оставалось у меня дома. И уже на Красном мосту мы попытались здесь организовать оборону. Гиви Камугыч как раз тогда подошел, Сухба в Ахтанг был. Всю свою жизнь Владимир Аршба посвятил защите Родины в военное и мирное время. Он избегал пафоса и всегда оценивал свою историческую роль скоромнее, чем она была на самом деле. Множество ранений, будни в окопах не могли пройти бесследно. Но для генерала Аршба долг был превыше всего. Для него было важно сделать все, чтобы история Отечественной войны передавалась из поколения в поколение. И память о тех, кто ставил свободу народа выше жизни, всегда была жива. После указа президента или распоряжения президента о всеобщей мобилизации стали создаваться, опять же, на тот момент, просто подразделения, отряды какие-то. Оружия у нас практически не было. У нас были несколько БМП в полку внутренних войск, у которых из пушка, которая стоит на БМП, снарядов было, по-моему, по три или по четыре снаряда. Ну, фактически все, больше у нас ничего не было. Все остальное, которое, ну, первые трофеи мы получили, естественно, после освобождения Гагры. И после освобождения Гагры было принято решение о создании вооруженных сил. Наша армия зарождалась, участвовали в ней все, от мала до велика, те, которые были мобилизованы в связи с боевыми действиями. Свои 58 лет Владимир Георгиевич прожил увлеченно, беззаветно отдаваясь единожды избранному военному делу. Он любил жизнь и во имя будущего, не покладая рук, трудился. Частенько в ущерб собственному здоровью, семье, родным и близким. О нем еще будет сказано немало слов, и все они лишь подтвердят. Генерал Аршба был неординарной, светлой и интересной личностью. Человеком смелым, отважным, родным и бесконечно любимым. Всей страной. Общественно-политическая ситуация в стране обсуждалась сегодня на встрече президента Рауля Хаджимба и членов правительства Абхазии с активом Учимчирского района. Во встрече участвовали представители всех сел района. Репортаж Ирина Аршба. Поводом для встречи представителей всех сел Ночимчирского района с главой государства и членами правительства стала неспокойная общественно-политическая ситуация в республике, сложившаяся в предпраздничные и праздничные дни в связи с фактом помилования Георгия Лукава. В начале встречи собравшиеся почти лиминутой молчания память героя Абхазии Владимира Аршба, скоропостижно скончавшегося утром 16 января. Испокон веков у абхазов мнение старших было главным и решающим во всех ситуациях. Почти все представители Совета Старейшина Чемчирского района присутствовали на встрече. К собравшимся обратились председатель Совета Старейшин района Аполлон Думава и глава Совета села Адзюбжа Нукзаркация. Один великий поэт сказал такие слова. «Легко народом управляет, если и он одной из страстей увлечен. Вот пока у нас не будет одной цели, одной из страстей. Понимаете? Мы никогда не объединимся, никогда к определенной цели не придем. К великому сожалению, это так. Естественно, не все гладко. Все гладко было, все довольны были, все было хорошо. Не было в этих собраниях, не было в этих призывах и так далее. Безусловно, что-то надо менять, что-то надо делать, что-то надо создавать. Это уже закономерностью стало. Кому-то что-то не понравилось, все, завтра сход, завтра собрание, его надо убрать. Сегодня ситуация в Абхазии сложилась такая, что подавая тебе руку, одновременно подставляете ногу. Вы понимаете? А не может быть команда сильной и двигаться вперед, если искренне, с большим желанием, люди не будут служить тому, кого они избрали, и не будут, и не просто будут вокруг него кружиться и что-то свое выманивать и требовать. Они должны служить и отслужить эти 4, 5, 6, 7, сколько лет отведено этому человеку. Мы же не даем возможности работать людям и правительству, президенту, не даем возможности. Если какой-то план на бросах сделать что-то, хотят завтра митинг, послезавтра митинг, через неделю митинг. Друг друга начали уже, руку подняли друг на друга. Друг друга. Завтра, послезавтра кровь прольется. И что тогда? Наш что, миллионы? И будем вот так всю жизнь друг другу мстим? Сюда пришли, я уверен, те люди, которые хотят единства Абхазии, любят свой народ, любят свою нацию. Во имя этого своих сыновей вы положили, мои родные, своих братьев и сестер положили. Давайте уважим их память. Давайте не забудем то, во имя чего, ради чего сложили они свои головы. Будем мудрыми. У нас только война может объединить, что нам нужен враг для того, чтобы мы объединились. Я думаю, это не надо. Хватит наш народ, что перетерпел. Все выступавшие выражали беспокойность сложившейся в стране ситуации. Необходимо все споры и разногласия между оппозицией и властью решать в законном русле. Практику митингов и спонтанных сходов пора прекращать, подчеркивали они. По мнению жителя села Пакуащи, Заура Гындия, правоохранительным структурам Абхазии надо более жестко реагировать на такие нарушения закона, как несанкционированные митинги, клевета и высказывания, порочащие честь и достоинство граждан. С оценкой политической обстановки в стране перед собравшимися выступил президент Рауль Хаджимба. С оценкой политической обстановки в стране перед собравшимися выступлениями. На заседании говорили и о социально-экономических проблемах в России. Как отметил премьер-министр Беслан Барцет, в прошлом году всем районам Абхазии на развитие сельского хозяйства было выделено по 5 миллионов рублей, а Чемчирскому 5 миллионов 790 тысяч. По инвестпрограмме в Ачемчире строится новый детский сад, в селе Тхина школа. Пусть не так быстро, но поэтапно восстанавливаются дороги, решаются проблемы с водой и энергоснабжением. Развитие сел сегодня – это одна из главных задач, стоящих перед руководством страны, подчеркнул Беслан Барцет. Министр сельского хозяйства Даур Тарба сообщил, что на стимулирование частного сельскохозяйственного сектора в Ачемчирском районе в 2017 году было дополнительно выделено порядка 8 миллионов рублей. 37 миллионов вложено в строительство завода по производству меда в селе Кындах, который начнет работать уже совсем скоро. Во всех районах страны весной прошлого года за счет государства провели весеннюю вспашку сельхозугодий. На эти цели было выделено более 7 миллионов рублей. Усилия по развитию сельского хозяйства в стране будут продолжены, подчеркнул министр. К концу февраля в республику поступит новая сельхозтехника. 200 миллионов рублей выделено на приобретение машин. На встрече затрагивались проблемы экономики, борьбы с преступностью – все, что волнует общество. Проблемы, которые можно решать только объединившись, подчеркивали все выступавшие. Ирина Аршба, Беслан Джинджалов, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В нашей программе сегодня расширены репортажи о встрече в Учимчирском районе. Народный поэт Абхазии Мушни Ласури отмечает свое 80-летие. С юбилеем его поздравил президент Рауль Хаджимба. Наградил Мушни Ласури орденом Ахтабша первой степени. Подробности в материале наших корреспондентов. Мушни Ласури – не только талантливый поэт, но еще и выдающийся переводчик. Благодаря его перу такие произведения мировой литературы, как Евгений Онегин Пошкина, Мцири Лермонтова и Витязь в тигровой шкуре Руставели заговорили на абхазском языке. Первый сборник сихов Мушни Ласури «Колыбель» вышел в 1963 году и через год вышла из печати поэма Михаила Лермонтова «Мцири на абхазском». В свой 80-й день рождения народный поэт Абхазии Мушни Ласури принял поздравление от главы государства. Президент Рауль Хаджимба поздравил юбиляра и отметил его неоценимый вклад в развитие абхазской литературы. Мушни Ласури Мушни Ласури Мушни Ласури возглавляет ассоциацию писателей Абхазии, является главным редактором литературной газеты «Созвездие». Работа над переводом романа в стихах Александр Пушкин и Евгений Онегин, как сообщил сам Мушни Ласури, продолжалась около пяти лет. За эту работу народный поэт Абхазии награжден медалью Пушкина за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и развитие культурных связей с Россией. Награда была вручена Мушни Ласури в 2010 году президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Мушни Ласури перед собравшимися прочитал отрывок из Евгения Онегина, переведенного им на абхазский язык. Знаете, когда читают Евгения Онегина на абхазском языке с таким выражением, и самое приятное, что ведь понятно, что читают. Перевода не надо. В ходе встречи президент Рауль Хаджимба вручил народному поэту Абхазии орден Ахтебша первой степени. Абхазии орден Ахтебша первой степени. Мушни Ласури подарил президенту свою книгу с переводом знаменитого произведения Александра Пушкина «Евгения Онегин». Рината Шака, Тимур Кугохи, Абхазское телевидение. 15 декабря произошел пожар в пристройке частного дома по улице Бубновой, 85, в Сухуме. В результате пожара погиб мужчина, гражданин Узбекистана. Об обстоятельствах произошедшего расскажет Алик Атрапш. 15 января в 22.45 в отделение пожарной службы Сухума поступил звонок о пожаре. В районе рынка по улице Бубновой, 85, загорелась деревянная пристройка частного дома. Сотрудники пожарной службы незамедлительно выехали на место происшествия. На место вызова выехало два пожарных расчета и спасотделения. По прибытию, значит, был полностью охвачен огнем дом. Дом был деревянный, трудно было его ликвидировать, но пожарникам удалось локализовать и ликвидировать. Хозяйка дома Ирена Кизирия сдавала деревянную пристройку двоим гражданам Узбекистана. На момент пожара в помещении находился один из них. Другой, заметив возгорание, сообщил хозяйке дома. В моменте разгорания он как бы постучался в дверь и говорит, хозяйка, дом горит. Мы настолько не слышали это все, я и не спала, ничего, я как бы уроки делали с ребенком. Когда уже вышла и увидела все это, и начала уже о помощи, все вышли, и соседи, и все, чтобы спасти того, который был с этой стороны в комнате, так как я видела, что этот живой. До прибытия сотрудников пожарной службы МЧС, хозяева и соседи пытались самостоятельно локализовать пожар, так как огонь стремительно начал распространяться на соседние дома, что еще больше усугубляло ситуацию. Спасти человека из захваченного огнем помещения так и не удалось. Сейчас выясняются причины возгорания. Алика Травш, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. Внимание! Розыск УВД по городу Сухум разыскивает Светлану Федоровну Фрибу с 1965 года рождения из города Новокузнецка Кемеровской области, временно проживающей в Сухуме по улице Новомаякской, дом 7, которая 9 января примерно в 7.30 вышла из дома и направилась на центральный рынок, где и пропала без вести. Примета разыскиваемая плотного телосложения, рост 1,65 м, волосы темно-каштановые, глаза карие, была одета в черную жилетку, темные брюки, красно-синие кроссовки. В случае получения какой-либо информации по месту нахождения, Фрибус Светланы Федоровны просьба сообщить по телефону 226-48-84-02 или 722-2677. Благотворительный фонд «Абхазия» совместно с депутатами Народного собрания обеспечили необходимой оргтехникой семь школ Абхазии. Подобные акции фонд проводил и ранее. О том, какую именно технику получили школы, расскажет Сарьесмар. Вся эта оргтехника уже совсем скоро будет использоваться по назначению. Она будет распределена по семи школам и установлена в компьютерных классах и актовых залах. Некоторые из этих предметов, к примеру, проекторы для презентации, во многих школах появятся впервые. И все это благодаря Благотворительному фонду «Абхазия». Это очень важная работа образования наших детей по всей стране. В такое не очень хорошее время для образования хочется его пополнить какой-то техникой. Конечно, хотелось бы, чтобы в каждом классе для каждого ребенка была сегодня такая техника. Но, к сожалению, пока мы не в состоянии этого сделать. Компьютеры, принтеры, акустическая система, специальные полотна, проекторы. Одним словом, техника, которой будут оборудованы школы, была приобретена на средства, полученные от продажи так называемых красивых госномерных знаков. Акция по оснащению техника школ Абхазии была начата 15 декабря 2017 года. Учредитель Благотворительного фонда «Абхазия» Ла Шасакания обратился за поддержкой своей инициативы в правительство и к депутатам Народного собрания. Нашим депутатам эта идея очень сильно понравилась. Соответственно, они потом обратились в исполнительную власть, в кабинет министров, я сам лично разговаривал с премьер-министром, к вице-премьеру Беслану Эшба. И в самом таком окончательном варианте я разговаривал с нашим новым министром, Гарри Анатольевич Эшба, который действительно от всей души откликнулся и решил в виде исключения передать нам серию государственных номерных знаков СОО. Депутаты все в свою очередь поддержали, обратились к министру и оказали такую помощь. И вот на первые реализованные государственные номера вот приобретено оргтехникам. Любая помощь нашим сегодняшним школам, это в каком виде оно не было, оно необходимо. Хочу поблагодарить, пользуясь случаем тех депутатов, вообще весь депутатский корпус, что поддержали эту инициативу. Также руководителей фонда, которые обратили внимание на то, что наши школы на самом деле не так хорошо оборудованы компьютерами, которые в нашей повседневной жизни занимают все больше и большее значение. И надеюсь, эта акция как бы не закончится. Ранее на вырученные от продажи номеров средства техникой оснащены 4-я Творчалская средняя школа и школа в селе Река. На этот раз техникой будут обеспечены 2 сухумские школы в новом районе столицы и еще 5 сельских школ в Восточной Абхазии. Они действительно каким-то чудом угадали то, что нам нужно и то, что нам необходимо. Это компьютеры. На самом деле мы очень нуждались в них. Большое спасибо от коллектива, от учащихся 5-й школы, благотворительному фонду АПСНА и, конечно же, нашему депутату Геви Кварчи. Сегодня мы получили такую возможность принести в нашу школу такие нужные необходимые вещи для детей. Это проектор, компьютер, также принадлежности, которые необходимы для маленькой компьютерной комнаты. На сегодняшний день пока продана лишь малая часть госномерных знаков. Но организаторы акции надеются, что граждане будут проявлять больше инициативы. Ведь совершая покупку именно у благотворительной организации, можно приобщиться к доброму делу и сделать хоть одного школьника. Пусть и ненамного, но счастливее. Сария Смыр, Леона Адлейба, Абхазское телевидение. В Москве прошел конкурсный день международной премии Art Open World, по результатам которого детский московский ансамбль абхазского танца Амцебс был награжден тремя кубками. Гран-при, лауреата первой степени и отборочного тура для открытия чемпионата мира по футболу 2018 года. Победу коллективу принес горский танец в исполнении детей от 8 до 14 лет. По словам руководителей хореографа ансамбля Лаши Марухба, победа на таком фестивале придает уверенность в достижении новых целей. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеоцентра, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 1,6, днем 7-12 градусов, температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин